Гульсун Каюбова в слухе о предстоящем увольнении не верила до последнего женщины. Не могла поверить, что медицинскому центру услуги опытного специалиста больше не понадобится. По ее словам, сначала медработников отправили в отпуск без содержания, по истечению которого ее уволят. С 2012 года работают они все. А теперь сейчас, например, пришли и у каждого дома кредиты, семья, кто-то один работает. А как им быть? За день под сокращение в этом лечебном учреждении попали 40 сотрудников. Они категорически не согласны с действиями руководства медцентра. О предстоящем увольнении их должны были уведомить заранее, говорят люди. До сегодняшнего дня здесь работало 5 бригад скорой медицинской помощи. После сокращения их осталось 3. Нам сказали, 2 из 5 бригад сокращают, будут работать 3 бригады. Но как? Получается, 3 бригады будут работать, а финансирование будет поступать на все 5? Мы и так толком не успеваем на вызовы, а еще нас же сокращают. Эти слова подтверждает и главврач областной станции скорой медицинской помощи. По ее словам, ежедневно на станцию скорой медпомощи поступает порядка полутора тысяч заявок. Около четверти из них обслуживают специалисты медицинского центра Оренбаева. Специалисты не скрывают, нехватка кадров – одна из серьезных проблем в сфере оказания скорой медицинской помощи. К сожалению, мы нередко опаздываем. Если 2 из 5 бригад при клинике Оренбаева не будут работать, нам будет очень сложно. А число опозданий вырастет в разы. В сутки специалисты клиники выезжают на 80-90 вызовов. А если сократится количество бригад, значит, они смогут обслуживать только 40 вызовов. В областном управлении здравоохранения сокращение сотрудников признали безосновательным. По их словам, все 5 бригад, работающие при медцентре, финансируются из госбюджета. А это значит, средства на оплату труда сотрудников предусмотрены. Никаких вопросов о сокращении бригад или медиков не поднималось. Да и это невозможно, потому что средства, предусмотренные на финансирование 5 бригад. По всей видимости, сокращение сотрудников скорой медицинской помощи незаконно. Вот только в медцентре объяснить что-либо отказываются как уволенным специалистам, так и журналистам.